Ну что, давайте обсираться! Просматривая ролик Брайана Мапса, сектанты хотят меня украсть. Я лично считаю, что у них нихрена не выйдет, потому что у Брайана 17,5 миллионов подписчиков, и мы его в обиду не дадим. Так что любые сектанты, вот Брайана Мапса, видите, развите. Он не ваш, он наш. Мы его никому никуда, мать ваша, что было в чате, не отдадим. Давайте смотреть Брайана, а то мало ли что там в чате еще будет. Let's go! А что? А вот. Это было предсказуемо. Блин, без шуток, я вспомнила одну историю, когда мы с классом поехали в лес на шашлыки, и там в лесу реально были какие-то сектанты. Это были люди в черных плащах, в черных одеяниях, и я реально видела их своими глазами. На полу у них были зажжены какие-то свечи, и нарисованы пентаграммы или нечто подобное. Я это видела, и еще пару моих одноклассников. И когда мы это рассказали родителям, и учительнице, они не поверили. Но затем мы немножечко им показали, этих людей, то, как они там танцевали, делали то ли какой-то обряд, то ли не знаю что. По итогу учителя и родители приняли решение сделать вид, как будто ничего там не было, и быстренько собрали все вещи и оттуда свалили. Очень ненормальная какая-то херня. Нам повезло, что нас не обнаружили. Да уж. Боже мой, они бегут, твою мать, о чем я делал? А вот Брайана уже спалили, судя по вот этому моменту. Это звук, музыка из игры уже. Друзья, с вами Брайан. Хорошая, да, у меня интер получилась? Ну, я имею в виду, что мы живем в век мистера Биста. Наверняка, зайдя на этот ролик, вы ожидали увидеть что-то наподобие... ЭТО! Самая страшная игра во всем мире! И сегодня мы в нее поиграем! И особенно вот эти титры внизу! Да ладно, проехали. Всем привет, друзья, с вами Брайан, добро пожаловать... Ну, ради справедливости, хоть мистер Биста хайпует и сейчас довольно много появляется подобного контента, но ламповый контент на ютубе не вымер, и он есть. Его порой тяжело найти, но когда ты его находишь, это так классно, так тепло на душе. Например, я сама вне съемки реакции смотрю различные вложики, они меня прям успокаивают. Когда я смотрю, какая-нибудь девчонка, там, разбирает свой гардероб, путешествует, готовит что-то, это так классно. Мы дождались выхода четвертого эпизода... Айрон Барк... Что за слово? Айрон... Железо, Барк, не знаю. ...эпизода, я так полагаю, местом действия данного эпизода будет некая вышка. Надеюсь, не из того фильма про двух тупых дур. Нет, ну просто, как можно было забраться... Ладно, я уже все сказал. Что за фильм? Я его не смотрела. Ой, у меня комп опять загудел. Смотритель Айрок Канбар... Не хотел прочитать. 12 мая. О, кстати, русский язык появился. Не знаю, опять же, хорошо это или плохо. Давайте оценим, насколько он грамотно здесь сделан. Привет, я смотрел прохождение игры First to Fat Home Carson House на ютубе и заметил, что вы просили прислать вам истории. То, о чем я собираюсь рассказать, произошло, когда мне было 24. Мне же сейчас 24! О, боже мой! Твою мать, это игра про меня. Мне кажется немного странным... А что там было написано? Секунду. Твою мать. Та самая, которая думает, что мир крутится вокруг нее. Ох уж этот эгоцентризм. Это игра про меня. Мне кажется немного странным рассказывать кому-либо об этом из-за причудливой природы и абсурдности всего этого. Но я чувствую, что это может помочь мне осмыслить мои воспоминания об этом. Ага, то есть разработчик этой игры в Дискорде, я так полагаю, попросил... Собирает истории. ...присылать ему истории, по мотивам которых он может сделать эпизод. Это интересно, то бишь это действительно произошло с человеком, который это написал. Понятно. Но придумывает сейчас здесь сказок. Я знал, что делиться этой историей где-либо еще было бы глупо идеей. Потому что люди сказали бы, что я лгу. Да никто бы ничего не сказал, что ты не говоришь. Понятно. Чисто да-да-да, Абрайм. Но придумывает сейчас. Несколько секунд. Как я и написал, это был самый страшный опыт в моей жизни. Ой, на что ковыряешь? Вот это самый страшный опыт в вашей жизни сейчас был. Нет, все нормально. Я Джек Нельсон. Сегодня так плохо. Похоже. Вот когда Ферамир сидел с закатанными глазами, и у него слюни вот тут текли. Вот там был самый... Ну ладно, не самый ужасный опыт в моей жизни. Я видела вещи и похуже, но один из самых странных моментов это был в моей жизни. А Джек... Ну как он реально как-то вот так сидел, и вот так вот слюни делал, а они у него стекали, и он еще так сделал. Жесть. Николсон. Что-что-что-что Джек... Джек Нельсон в моей жизни... Ой, я вношу ковыряюсь. Вот это самый страшный опыт в вашей жизни сейчас был. Я Джек Нельсон. Похоже на Джек Николсон. У меня была небольшая работа рейнджером в государственном парке. Я был пожарным смотрителем в одном из самых больших лесов на северо-западе Тихого океана. Мили и мили густого леса, находящегося в ведении лесной службы. У меня была зарплата, которая позволяла мне сводить концы с концами. Но я не мог позволить тебе побаловать себя ресторанами, красивой одеждой и так далее. Моим самым большим достижением на сегодняшний день является то, что я смог купить для себя фургон с большой финансовой помощью моего отца. Этот фургон был единственным ощущением дома, которое у меня было в то время. Стоп, так это точно игра про меня как будто бы? В смысле? Для тебя тоже есть фургон. Кстати, да! Однажды меня перевели с одного блокпоста на другой из-за каких-то официальных обстоятельств. Однако для меня это не было большой проблемой, поскольку я жил вне своего фургона и любил путешествовать. Я попрощался с несколькими людьми и отправился на новое место. Это было примерно в двух часах езды. Пока можно, пьем водичку. Потому что потом это делать будет довольно опасно. Я реально не хотела бы пить воду, подавиться, захлебнуться. Нет, спасибо. О, сообщеньки! Друзья, я ловлю флешбеки с самого первого. А, нет, со второго эпизода. Помните, мы тоже так ехали в начале. И я помню, что нельзя читать сообщения одновременно за рулем, когда ты едешь. В реальной жизни. И в этой игре тоже. Так, я жил довольно одинокой жизнью. Это помогает успокоить мой разум, держать воспоминания в узде. Конечно, в узде надо все держать. Это очень важно. Давайте остановимся. Я почитаю спокойно. Брайан херни не скажет. Прислушайтесь. Общение, никуда не спешим. Посмотр... Вы только посмотрите, да? Знаете атмосферу? Какой-то Митч Скотт и Кайла Нельсон. Давайте с Митча начнем. Я так полагаю, это наши коллеги. Поздравляю с переводом. Ты готов? Русский язык. Просто пишу тебе, чтобы ты был назначен на 11-ю вышку. Добро пожаловать. Это Митч, кстати, из Айронбарка. Спасибо. Слышал много о тебе от Джоша. Жду не дождусь с тобой. Что с тобой? Что с тобой? О май гад. Только что получил свой паспорт. Твоя смена начинается с 12-го. Без проблем, я буду там. Что-то еще? Да, музыка вайбовая. Давайте я буду в рэп-стиле читать. Могу тебе задать. Кон, ЕЧ, почему ты выбрал именно эту работу? Ты после трека СМС-Кисулей? Не знаю, как ответить. Я просто наслаждаюсь. Я полагаю. Ладно, в пизду. Честно говоря, я присоединился к Аэро Хорсу в прошлом году. Не знаю, чего ожидать. Но одинокая жизнь мне... Короче, понятно. Какой тут русский перевод. Что касается меня, я не могу жить в городе. Я принадлежу этому месту. И я уверен, что прекрасно адаптируюсь к Аэронбарку. Хорошо, надеюсь, у тебя дела лучше, чем у предыдущей леди. Какая предыдущая леди? И почему у нее плохо были дела? Так ты приедешь в пятницу, просто припаркуй свой фургон сзади... Слушай, музыка стала. Че так орет музыка, господи? Так ты приедешь в пятницу, просто припаркуй свой фургон сзади в гравийном парке у ворот D. А оттуда ты пойдешь пешком по тропе золотого дождя... Золотого ручья. И оттуда ты потратишь пару часов, пока не доберешься до вышки. Хорошо, понял, спасибо. Оттуда ты потратишь пару часов? Он то есть пару часов будет идти пешком до этой вышки? Я правильно понимаю? Ты увидишь Билли у ворот, просто покажи ему паспорт. Короче, понятно. Ничего интересного. И какая-то Кайла Нельсон. Этот твой новый региональный менеджер такой гад! Иногда я хотел бы, чтобы у меня была такая работа, как у тебя. Просыпаться с природой, вдали от людей и просто получать деньги за то, чтобы... Чтобы что? За что? Честно говоря, меня бесит моя работа. Я уверена, что присоединюсь к тебе в следующем сезоне. Хе-хе. Как я уже... Блядь, ты заткнешься уже, а? Определенно прошло время перемен. Кстати, говоря о переменах. Я теперь работаю в Макдональдс. Эх, так, это мы, я так полагаю, да? Страшно. We don't know what it is. We have no idea what it is. Iron bar? Чего это? Перевод мема на английский? Подождите. Страшно. Я привысь, слышу. We don't know what it is. We have no idea what it is. Iron bar? Я так слышала видеть, когда она так говорит. На инглише. Да, в следующем месяце они переведут меня в тот, что после Росбурга. Да, слышал, что у них больше комната и меньше туристов. Разговариваю с папой, я тебе перезвоню. Сегодня. Как дела? Все еще в пути. Из всех дней фургон решил спустить колесо. Понятно, надо было ставить английский язык. Не поздно ли? Вот именно. Если я не умру с голоду до приезда, у меня все. Ты уже проехал мимо Росбурга? Нет, а что? Так, то есть мы сейчас проезжаем мимо какого-то Росенбаума. Росбурга. Я всегда любил отдых на природе. Быть окруженным природой придавало мне радости. Когда я был в лесу, я чувствовал себя как дома. Так, Кайла. Она нам дописала? Я помню эту закусочную, когда проезжали Росбург. У них лучшие бургеры в городе. Ты должен их попробовать. Я бы вкусно поел перед новой работой. Спасибо, Кей. Так, значит, мы направляемся в бургерную. Это мне нравится. Я увидел закусочную, о которой говорила Кайла. Да-да-да. Кайла такое имя, знаете, как будто это собака. Так, это для меня домистично. Не знаю, не сказала бы. Мне очень нравится мужское имя Кайл. Ну, тут я не могу это не сказать. Ну, вы только посмотрите на эту атмосферу. Я даже не преувеличиваю. Но это очень по-домашнему. Так, кто ты сейчас из той темной части фургона выпрыгнет прямо на Брайана? Так, а я могу сесть. Хочу посидеть. Сумка какая-то. Мне нужно ее с собой брать. Ой, туалет. Прикольно, прикольно. Ну, я как специалист по фургонам, что могу сказать. Хороший фургон, американец, 96-го года, выпуска. Он же второй будет брать. Какой-то член этой общины. Там стоит. Ну, городок небольшой. И здесь наверняка на общины люди делятся. Так же делают в небольших городках. Нормально ты бургер жрешь. Я прям вспомнила Sims, когда ты начинаешь играть и выбираешь, какой общине ты там принадлежишь. Готэм, еще кому-то там. Через СМР. Кому не спавлю СМР. Вот это действительно отвратительно. Понравился бургер? Мне АСМР в целом нравится, но я не люблю мукбанг. Когда кто-то ест в микрофон. Реально, это странно. Когда просто вот там слюни во рту. Я это еще могу понять. Там всякие тыка-тыка, постукивания. Но когда человек ест, не знаю. Но прекрасно понимаю, что есть любители мукбангов. Так что каждому свое. Так поставлен вопрос, как будто бы я туда что-то подсыпал. Этот маленький кусочек края, это мое любимое место на выходных. Вы тут новенький? Я новый сотрудник государственного парка Айронбарк. Тогда вы, наверное, слышали новости? Какие новости? Ну, несколько недель назад трое детей пропали в парке без вести. Это было во всех новостях. Что с ними случилось? Никто не знает. В официальном отчете говорится, что они заблудились. Но местные думают, что произошло что-то еще. У него вот такое лицо чисто на чиле на расслабоне с бургером. Что-то еще? Ходят слухи, что какое-то существо поймало их. Существо? Ну да. По типу Бигфута или Человека-козла. Люди говорят, что-то подобное живет в этих лесах. Мне пора. Вы верите в это? В этом лесу пропадает много туристов и отдыхающих. Некоторые из них возвращались с рассказами, в которые нереально... Так, сюжет Зайчика, да? Подъезжает. Что? А некоторые и вовсе не возвращались. Понятно. Понятно. Ебануты. Здравствуйте. Куда вы направляетесь? На беговую сюда ходите. Майкл Джексон, отдыхай, это хочу сказать. Вы что следите за мной? Почему она ходит за мной? Хороший вопрос. Хочешь прописать? Слышно. Добро пожаловать в закусочную Твин Ривер. Как у вас дела сегодня? Да, немножко не ту интонацию я выбрал. Судя по ее лицу, она обожает эту жизнь. Ха-ха-ха-ха. Хорошо, а у вас... Текучное лицо лопата. Пекайте в его месте, я скоро подойду. Ладно, понятно. Нифига у них, тоже у меня деревня Триколор ТВ, зато у соседей. Ладно, захожу в закусочную, я уже жрать сам захотела. Что? Ну да, этот город определенно... Вот этот чел какой-то жутковатый. Лен. А! Существами разного рода. Рабочий, Николас, двое детей, ненавидит свою жену. Есть любовница. Это его любимая закусочная. Нифига! Обычно заказывает стейк из свинины и картофель Айдаха. Нифига, он прям прочитал его. Ну то есть сразу социальный профиль, как бы он читается с первого взгляда буквально. Это у нас Георгий Жора. Любит... Любит все. А это... Это какой-то недопетус. Да, 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 да. А, вот я когда его увидела, у меня прям ассоциация возникла. Может быть, это Петус просто похудел? А вы, случайно, не брат Петуса? Очень уж похожая у вас кофточка. Ладно, кушай свой багет. Сожжай. Или, может быть, наоборот, это Петус в молодости. Или в старости. Добрый вечер, я Барбара. Готовы сделать зак... Стоп, ты до этого представлялась кем-то другим, разве нет? Я не запомнила. Чизбрюгеры, картошка, фри, сэндвич с жареным сыром и луковыми кольцами. Фрикодельковый сэндвич и куриные наггетсы. Пожалуй, чизбрюгеры, картошку фри. Классика. Выберем классику. Ага, наши бургеры лучшие на Западе. Будете что-нибудь пить? Большую колу, кофе, клубничный слаж. Ну а что, типичная белая девочка, чтобы брать клубничный слаж. А что такое слаж? Какой-то сладкий напиток? Возьму колу, конечно. Отлично, я принесу ваш заказ, как только мы будем готовы. Слаж, это типа смузи? Я всегда была привычка ходить в туалет перед тем, как есть. Хорошая привычка. Сейчас что-то произойдет, да? Какой-нибудь... Я только сейчас заметил. Мало того, что это какой-то недопетус. Подожди ты со своим пописать. Стой, кажется, я сейчас преступление раскрою. Мне кажется, этот чувак убийца. Он расправился с петусом. Блин, он просто увидел одну лопату и такой уже, этот чувак убийца. Собрал у него эту кофту. А вот его вещи лежат, которые он снял. А петуса он уже закопал. Твою мать! Пойду-ка я отсюда. Ну что, петуса? Да, боже, куда мимо? Он реально весь туалет обоссал. Матерь божья, что творится в мужских туалетах? Это внимание, в деталях. Я понимаю. Ну тогда для реалистичности давайте вот так сделаем. Все, обоссым? Блин, ну в женских туалетах порой бывает не лучше. Просто поверьте мне. Весь день в поездке, да? Куда вы направляетесь? Я направляюсь на север, чтобы доставить заказ. А вы? Я сотрудник государственного парка Айронбарк. Да ты уже всем похвастался. Молодец. Так это правда? По их словам, что случилось с теми детьми тогда? Это правда? А кто его знает? Не могу сказать. Не могу представить, через что пришлось пройти родителям. Это кошмар. Да уж. Интересное местечко. Ну, как обычно. Каждая подобная подворотня. Хватит уже жрать бургер. Ты бы уже давно его съел. Я же знаю. Ты что стоишь там? Каждая подобная... Может быть он смакует каждый кусочек. Каждая подворотня окутана вот... Блин, мне стремно пить ческу. Просто потому что боюсь, что в любой момент что-то такое стремное произойдет. Различного рода слухами. Ни одному из вас я здесь не верю. Вы все... И это правильно. Подозреваемые. Говорите неправду. О, моя еда идет. Моя еда идет. Спасибо. Это вообще-то Барбара прошла. Он так, моя еда идет. Хочет ее скупить. Блин, я ей захотел. Еще и три соуса. Блин, честно, я тоже бы сейчас перекусила. А ведь и правда. У меня уже почти восемь часов вечера. Я кушала всего один раз. Я осознал, что пройдет еще немало времени, прежде чем я снова смогу отведать такую еду. Так, Хайла. Снова сообщение. Так ты в итоге поехал? Как оно? Да, я здесь. Еще ем. Ну, очень вкусно. Ну, мать, блин. Хотела сказать локальный мем, вы бы не поняли. Эта еда напомнила мне... Да что напомнила? Твою мать. Что? Так, 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 так. Смотрите, куда пошел. Пописать? Ну, все нормально вроде бы. А ты, случайно, не соучастница? Ты чего ее покрываешь? В прямом смысле. Загородила проход. Прикрывает, да, да, да. Да, была отличной. Вам нужно что-нибудь еще или мне принести счет? Счет, пожалуйста. Хорошо, я вернусь минут на минуту. Иди, иди. Иди. Так, мне Карл что-то пишет. Тебе нужно прислать мне рецепт запеканки, о котором... Эх. Чаевые? Давайте 15% оставим, ладно. Ну, 50% это ни хренаж себе. Здесь вы насладитесь, оставшись поездкой. Так, куда Петус? Куда он делся? Дверь открыта. Свалил куда? Сзади меня сидит. Может быть, у меня будет шанс погрузиться в искусство кухни на новой смотровой. Вау, да. Я еду домой, отправлю позже. Так, все, я встаю нахрен отсюда. Сзади меня сидит. Убийца Петуса. Нет, он уже ушел. Послушай сюда, деточка. Ты думаешь, я не понимаю, что вы с ним задумали? Блин, такой звук стрёмный. Вы этой ебаной закусочной думаешь. Я не понимаю, что происходит. Ладно, я сваливаю отсюда. Кстати, я уже начинаю паранойить и думать о том, что ему же могли что-то подсыпать в еду. Гент людей, мне ясен. Вкратце, сумасшедшие. Кстати, знаете что? Нет, понимаете, обычная забегаловка неподалеку от какой-то там деревушки. Все люди там деревенские. Кто-то с лопатой, только там, не знаю, картоху выкопал. Пришел перекусить. А, Брэль, ну мне все с вами понятно. Вы все тут сумасшедшие. Взял тут просто и крест на людях поставил. Не все что-то такие плохие. Недопетус, он вышел. Мы даже не заметили, куда он вышел. А у меня вообще-то все это время фургон открыт. А почему он открыт? Он сам оставил его таким или кто-то зашел туда? Лучше проверить все... Блиииин! Интересно, почему? Ну окей. Реально, он просто поедет и все? ...что ничего не заметил. Так, прошло определенное количество времени. Они... Я хочу указать местоположение этого парка. Но я не хочу, чтобы... У меня ощущение, как будто этот Петус второй пошел пасать в общественный туалет. Там было слишком обосано. Он увидел этот фургон, понял, что там тоже есть туалет. Зашел туда и пописал. Чтобы кто-то искал улицы, которые в этом лесу. А, то есть это он к нам обращается, рассказчик. Я понял. Так, нам сюда? Сначала я проехал мимо нужной тропы. Ага. Это я уже, мой факап. А в туалет-то я могу сходить все-таки теперь? Дверь. Дверь до сих пор не открывается. Блин. Ну, понятно. Посмотрите на это. Значит, это как раз... Ну, учитывая то, что он ушел непонятно куда, и дверь его фургона была открыта, и в ванной заела дверь. Это так небезопасно просто забить на это и ехать дальше. Просто-таки блокпост. Ээээ. Смотрите. Пропавшие. Пропавшие люди. Хью Джекман. Эээ. Что? Хью Джессман. Эээ. Бритни Спирс. Эээ. Бриткни Спирс. А, стоп. Я реально... Я сначала специально коверкал имена, а тут реально намеренно они сковерканы, но при этом схожи на настоящие. И Санита Вильямс. Пасхалка забавная. Угу. Ох! Какого... Чего-то у меня уши прям заболели, загорели, загорели, но вот я прям чувствую то, что у меня уши горят просто. Я не знаю почему. Вы можете сказать, что это из-за того, что я слишком громко крикнула, но нет. Я просто... А что я хотела сделать? Я почему-то дотронулась до ушей, и это произошло, и я быстро вырвала наушники. Мать моя женщина. Ужас. Ужас. Это только 15 минут, что там дальше будет. Обычно же в таких играх тебя вводят во всю эту атмосферу. И только потом скримаки. А тут это уже в самом начале. У меня уши прям горят. Ужасно. Это жесткий скример. Знаете почему? Не только за счет громкого звука. Меня еще напугал момент. С тем, что он сперва появился. Ужас. Звук громкий. И он появился черный. И как-то так двигался еще. Странно. И затем проявился. Вот это проявление. Реально это стрёмно. Вот я сейчас смотрю без наушников. Мне не страшно. Но мы с Брайаном знатно обосронились. Вы меня извините. Вы знаете какое сейчас разочарование я испытал? Какой кинжал в спину я сейчас на себе ощутил? Это был настолько безвкусный скример, что я до сих пор в шоке. Не знаю. Я так обосралась. Я не ожидала, что здесь это будет. В целом, да. Наверное, это странно. Потому что открываешь дверь, и на тебе кто-то выпрыгивает. Это настолько типично и мейнстримно. Но было страшно. Юля так заорала матом. Извините, пожалуйста, кто на стриме. Я потом хочу пересмотреть, как я на это отреагировала. Мне интересно глянуть на своё лицо. Ты напугал меня. Я думал, ты один из них. Из кех. Один из кого? Из кех. Чего? Да благословит нас Бог. Когда какой-то щелик неведомый в каком-то лесу, в какой-то там избушке говорит вот такие вот темы про Бога. Это крипово. И ещё учитывая то, что здесь концепция, связанная с сектантами. Могу ли я взглянуть на ваше разрешение, пожалуйста? Я сделаю потише. Оу, я не турист. Ты ведь Билли, верно? Я новый смотритель. Меня привели сюда. Вот Билли. Этого Билли, видимо, слишком много Билли, что он себя так ведёт. Я бы его за такое вот тоже ударила бы по заднице. Ну, честно, так пугать людей. Это правда? Я не знал, что мы принимаем на работу в этом сезоне. Подожди, дай мне это проверить. Там кто-то идёт сзади. Это Петус. Это не до Петус там прошёл, который только что вышел из нашего фургона. Потому что по фигуре 90-60-90 было. Сто процентов Петус. Ладно, приятель, можешь идти. Ты работаешь на пожарной вышке номер один. Моё любимое число. Я приношу извинения за путаницу. Вот. Прощаю. У меня сложилось впечатление, что вышка останется без персонала на весь сезон. Ну, вот твои ключи. Ладно, беру ключи. Позволь мне открыть для тебя ворота на тропу. Я думал... Я думал, он предложит открыть дверь для меня. Позволяю, конечно. А, что? Ладно, я сам. Ну, ему это нахрен не надо. И вот думай теперь. Это баг игровой или же он призрак какой-то? О, мой бог. Поскольку ты приехал так поздно, тебе может понадобиться этот фонарик для долгой прогулки в вышке. Да, точно. Ему же целых два часа идти пешком. Что за работа мы за хиста? Спасибо, Билли. Будь осторожен, возьми это. Кстати, да, сегодня одиннадцатое число. Одиннадцатое вышка. Ещё это моё любимое число. Совпадение? Не думаю. Беру. Добро пожаловать в Оренбарк, приятель. И ещё. Когда ты доберёшься до своей вышки, не забудь сделать отчёт о погоде в твоей системе. Так мы будем знать, что ты добрался, что с тобой всё в порядке. Если понадобится, ты можешь связаться с вышкой номер двенадцать. Время работы. Он хороший парень. Он будет твоим лежать. Так озвучивает забавно. И одиннадцатый месяц. Одиннадцатое число. Одиннадцатый месяц. Одиннадцатая вышка. Уходимости. Хорошего дня. Всё, спасибо. Так. Такая улыбка. Эй. Небольшой совет. Не уходить дальше, чем на полмилии. Ты что делаешь? Не надо так было входить. Ты зачем так зашёл, а? Я и так на нервах сижу. Это что такое, а? Ты вместе с этим чуваком, с этой стрёмной улыбкой, дай мне хотя бы чашечку колы принеси. Мать моя женщина. Вот реально полнейшее погружение в атмосферу. Вы вот тут вот сейчас видите. Я вот сейчас думаю закрыть дверь. А с другой стороны. Руся умеет её открывать с той стороны. И если я буду осознавать, что дверь закрыта. И он её откроет и войдёт. Я же ещё больше обосрусь. Руся, Руся. Ну хотя бы, не знаю, там постучал. Как-то, ну не так жёстко. Он слишком резко зашёл. Я реле испугалась. Север от своей вышки. Почему? Опасные леса в той стороне, приятель. Рыси и медведи. Сектанты. Плохие дела. Увидимся. Увидимся. Я думал, он пытался меня напугать, но он выглядел очень серьёзным. Это да. О, блядь. Действительно очень серьёзным. Даже слишком серьёзным. Я забыл. Учитывая то, что там в лесу пропадают люди, то, что там небезопасно, есть всякие дикие звери, логично ли то, что человек, ну работник, идёт к своему рабочему месту посреди всей этой суеты, суматохи и всего этого безумия. Почему бы не переночевать в каком-то домике? В своём трейлере! Реально, у него же, ну, типа, трейлер, дом на колёсах. Почему бы там не переночевать? И рано утром не пойти бы на рабочее место. Где логика? Где логика? Я не понимаю. Ты издеваешься? Слава богу, что в этой игре можно бегать. Правда, бегает он не очень быстро. Эти два мешка мне не нравятся. Ой, да ёп... Что ты ко мне приходишь? Не приходи ко мне, пожалуйста, пока я смотрю это видео. Я не хочу обсираться. Сейчас. Пипец меня дёргает прям. Так, весь прикол в том, что я не одна такая. Когда к нам приезжала моя сестра, она тоже боится громких звуков. И она боится ещё больше, чем я. У нас это семейные, видимо, с ней. Смотрим. Нравится. Так, бери свою сумку. Всё. Вот это только начало. Блин, тут шаги какие-то. Вы слышали это? Там были какие-то шаги. Ночь. Первая. Это была очень длинная прогулка и уже холодало. Ааа, но вы только посмотрите, вы только посмотрите. И туннель тоже 11, везде число 11. А, тауэ, разве, не башня. Я перепутала со словом туннель. Видите, я прям хочу просто взять, всё бросить и скупнуться. Ой, а я могу это сделать. Да. Так, я уже понял, что в этом лесу всякие крысы обитают. Ну, точнее, рыси и медведи. Мне налево. Вот наша вышка, да, получается. Жить в пожарной вышке не самая лёгкая работа. Как-то он быстро дошёл. Просто представьте, быть здесь совсем одним неделями, это работа. Не для каждого. Так, смотрите, ещё какой-то сарай у нас тут рядом. Но у меня всегда была любовь к природе. Так. Я так боюсь, что сейчас опять кто-нибудь неожиданно выпрыгнет. Вот, мужики пошли. Руки заняты у него. Оксана. А я и говорю. Это так прикольно, что у него даже туалет есть. Я думала, что он там в туалет в лес ходить будет, так скажем, почву удобрять. А тут цивилизованно так всё. Там воздух, наверное, шикарный. Но-а-а-а! Как только по новой вышке твоя работа, это наблюдать за пожарами. Блин, было бы прикольно, если бы Брайн сделал мерч и как-то использовал эту фразу в нём. У него уже ранее был мерч, у меня, кстати, была эта футболка, но она, к сожалению, мне вообще по фасону не подошла. И по качеству, ну, скажу честно, это не самая качественная вещь, которая у меня была. То есть, качество, ну, типа, среднее, но вот фасон на мне ужасно смотрелся. Чем-то необычным. Ну, я оставила её на память. Кабинка была заполнена ароматом дерева, давая мне чувство комфорта. Я, наконец-то, в своём новом доме на следующие несколько месяцев. Слушайте, ну, на самом деле, это действительно очень интересно, жить в таком месте. Ну да. Я бы вот не отказался. Да, стрёмно, возможно, немножко. Но как атмосферно! Убийство, пропажет детей, это такая мелочь. Излишки профессии! Можно и потерпеть. Бросаю свою сумку, наконец-таки. Так, генератор. У меня есть спички. Жуть. Мне нужно дрова, что ли, туда положить? Дрова у меня в самом низу. Только не говорите, что мне... Колотик. ...спускаться теперь в самый низ. Я надеюсь, что в целом этот эпизод, это не симулятор вот этой вот беготни будет, да? Так, а где генератор-то включается? Вот и дегенератор-то, а? А, вот, наверное. Осуждаю. Нет, это просто щёчек. Мы на твиче смотрим. Ой, нифига себе! Понятно. Ласненько. Нам пригодится, судя по всему. Эти звуки мне не нравятся, они слишком агрессивные. А, вот генератор. Генератор, ё-моё. Далеко идти не надо, хорошо. Так, спички. Кстати, можем ещё одни сразу взять. Возможно... Так, это что это такое, бир? Что-то от медведя? Что это за штука? Они нам понадобятся. Или они нам здесь понадобятся? Сомневаюсь, поэтому лучше с собой сразу заберу. Так, теперь я могу здесь свет включить. О! Ну, красота. Это что за пакет? Ну, вообще, да, уютно выглядит. Так, это что такое? Ой. Ещё и компьютер есть! Нифига себе! Ради обрубления лежала на деревянном столе. Оно было моим главным источником коммуникации. Так можно в кэшку играть. На вышке на такой. Представляете, как круто? Пароль. Ой. Интересно, как там интернет ловит только. Что? Чекни правила. Какой-то флайер нам нужно чекнуть. Ага. Айронбарк. И номер башни. Айронбарк. 11. Рейнбоу 98. Прикольная пародия на винду. О! Очень всё видно. Я надёжный виртуальный помощник, который поможет вам сегодня максимально эффективно использовать возможности вашего компьютера. Я что, чайник какой-нибудь? Добрый. Понятно. Может быть, это искусственный интеллект? Вот эти вот нейросети, которые и будут сводить главного героя с ума. Концепт игры кажется на первый взгляд иным. Ну а что, если этот милый улыбающийся смайлик, который вы не видите, к сожалению, из-за, извиняюсь, моей камеры, окажется не таким простым и не таким улыбающимся? Даже читать не буду, пожалуй. Ладно, всё, закнись. Так, смотрите, здесь какое-то обучающее видео есть. Что? Ну да, привет. Здесь выглядит, как пародийный какой-то ролик с Ютуба. Так, почему нас поздравляют? А, мы будем защищать самые престижные парки в Вашингтоне. Ага, этот парк считается самым безопасным в Америке. Серьёзно? Там уже столько людей пропало. Так, нужно следить за огнём. Так, нам нужно записывать ежедневно температуру. О, господи. Так, нужно также записывать каждый день ежедневную скорость вентилятора. А, что там за мужик был? Это про маньяков? Нам нужно записывать ежедневно температуру. Блин, я не понимаю, что тут написано. Моего английского, к сожалению, не хватает. Ну, блин, ощущение как будто говорят про какого-то маньяка, типа тут сбежал маньяк, но вы можете увидеть у себя его в лесу, ну так, просто на заметку. Просто этому времени вообще внимания не уделили. Господи, так, нужно также записывать каждый день ежедневную скорость вентилятора. Ветра. Также собирать какую-то инфу и потом заполнять её в определённую форму. Мне даже ачивку дали за то, что от начала до конца это видео посмотрел. А кто-то, видимо, скипает. Согласен, это было тяжело, это достойно ачивки. Тут ещё какая-то папка. Cats, ну-ка, интересно. Что это было, блядь? Да. Ааа, очень. Ну в этом что-то есть на самом деле. Аравматично, спасибо. Не знаю, зачем это нужно было. Ну ладно, возможно, что-то важное, конечно, пропустил. Хотя... Увлечением, может быть, предыдущего работника. Вроде как очень внимательно смотрел. Ро-рох-рос. О, робро... Это порой... Ходи на Боба-Росса! Так, он хочет нарисовать картину под названием «Чё-то там зелёное». И это напоминает её ему... Его жену. Он очень любит свою жену, он говорит. Ой, он случайно там шприц взял вместо... Вместо кисточки и сказал, Что... Ой, не тот инструмент, но он нам тоже пригодится потом. Что? Конечно, с таким видео... Очень какой-то подозрительный предыдущий работник. Как не сойти с ума на этой вышке? Это что такое? Всё-таки здесь есть игры про зомби, я так полагаю. Да ты заткнёшься? Ой, твою мать, это нифига себе... О, игра в игре! Мне кажется, такие компьютеры игры с такой крутой графикой не тянули в то время. Чисто чем занимаются пожарные в своих... Вышках. Не, ну а что ещё делать? Понять можно. Нифига себе здесь коридоров сколько. Блин, а ведь если подумать про эту игру, она чем-то напоминает ФНАФ. Вот смотрите, фильм по ФНАФу, да? Новый, который вышел. Охранника помещают в пиццерию, в которой пострадали, погибли, пропали дети. И по факту он там один среди этой кромешной тьмы. Здесь, ну как бы, охранник помещается один в вышку, вокруг никого нет. И там тоже непонятные какие-то вещи происходили с детьми. Видите эту схожесть? И я вижу её. О! Значит, вот наша табличка. Ой. Кто-то связаться хочет? Так. Помехи. Новенький, я не знаю твоего имени. Как тебя зовут? Надо спросить, кто это не говорит! Не надо было говорить своего имени! Я увидел, что ты включил свет. Должен сказать, я рад, что вышка номер 11 снова жива. Кто это? Я Коннор. Пожарная вышка номер 12. Ты за мной наблюдал? Ну, это моя работа. Мне пришлось присматривать за твоей территорией, пока ты не приедешь. В любом случае, что привело тебя в этот райский уголок? Просто ещё изменений. Меня перевели сюда из Айронхорса. Опытный товарищ, значит. Теперь я понимаю, почему Мич выбрал тебя. Я очень устал. У тебя огонь разведён? Нет. Зажги его. Температура вот-вот упадёт. Ты ведь не хочешь сидеть и дрожать во время шторма? Шторма? Мало того, что такое прекрасное атмосферное ламповое место у нас здесь. Также у нас есть напарник, с которым можно пообщаться. У нас есть... Вообще уютненько там, вправду. Игра про злоби, в которую можно поиграть. Господи, да пару месяцев здесь? Но это нужна дрова. Всё равно страшно. Походу, тащить с первого этажа. А там, кстати, что-то пищит. Ладно, не буду обращать внимания. Может быть, стоило обратить внимание? Уровень ответственности есть. Я. Мне эта игра, знаете, что напоминает? Ещё во времена джава-игр на кнопочных телефонах была такая игра, она называлась «Пятница 13». Не знаю, была ли это официальная игра. Это была 2D-шная игрушка про лагерь Хрустальное озеро. Но вот атмосфера максимально схожа. Не знаю, как вам объяснить даже. Ну, это наверное, как в ДБД. Хотя я в «Пятницу 13» тоже играла на стриме, но она настолько была багная, имеется в виду на ПК как раз-таки, что я сделала прям, по-моему, посреди стрима возврат этой игры. Это такое воспоминание из детства. Вот в чатике пишут, что игра похожа на «The Forest». Я в «Forest» чуть-чуть совсем играла, поэтому не могу сказать. Определённое. Что-то произошло, да? Нет? Нет? Да? Пока всё безмятежно. Вроде бы. Что-то я немножко ми... Он на пол? Мы, правда, пролил. Бензин? Да ладно. Сейчас ещё пол подожжёт. Да, спасибо. Сам устроит пожар. Приятно видеть 11-ю вышку снова живой. Ты уже отметился на ночь? Подожди. Сейчас найду выпивку и отмечусь на ночь. А, стоп. Так это... А, точно. Температура, да. Я совсем забыл, что... Так просто я не отстреляюсь. Мне нужно измерить температуру. Мне нужно определить скорость ветра. Это же всё вот этими как раз-таки какими-то приборами делается. Это, я так полагаю, скорость ветра. О, да. Блин, прикольно. Да. 17. А, блин. Кноц. Вот же температура. Я тут, наверное, минут 10 ходил и пытался понять, как температура... А чё тут? Смотрите. Send photo to Mitch. Call Billy. Request comes hopper. Call John. Смереть. То есть, ещё мини-квесты какие-то есть? Сорок четыре с половиной по Фаренгейту. Сорок четыре с половиной... Это сколько по Цельсию? Ну, погода, я так полагаю, облачная. А вот это, это типа номер... Номер туристов. Номер... Людей, короче, каких-то. Хайкерс. А, сколько людей хайкингом занимаются, короче, туристов, которые пришли и отметились. И вот как раз-таки тех, с кем мы будем встречаться, нужно считать, а сейчас... Кек. Лул. Ну ладно, пусть будет лул. По-русски. Ага, что-то неправильно по погоде. Давайте мист. Нет? Ну, наугад. Хули. О! Получилось. Как слышно, новичок. Я здесь. Думаю, на сегодня буду заканчивать. Вышка номер 12 отключается. Спокойной ночи, новичок. Или давай клопам себя кусать. Спокойной ночи, года. Поговорим завтра. Это так мило. Мне кажется, это идеальный сюжет для шиперов. Ночь. Вышка. Я бы не сказала про шиперов, но такие милые дружеские отношения. Двое мужчин. Кстати, о фанфиках. Так, так, так. Я так понимаю, сейчас будет реклама, но в целом это необычно слышать от Брайна, типа, кстати, о фанфиках, как он к этому подвел, а? Неплохо. Уже фанфики есть по ним? В смысле, типа, про двух мужиков из ролика Брайна? Реально? Это не шутка? Как так? Видос-то вышел всего два дня назад. Кто успел написать фанфики за два дня? И о чём там вообще писать? Да, видел. Это лучшая реклама. Они никогда друг друга не видели, но общались ночью напролёт, и однажды они встретились, и... Интересный, конечно, фанфик. Но читать я его, конечно, не буду. Спасибо, не надо, не хочу. Мне тут, короче, пишут, что сама игра вышла только семь дней назад, и как раз-таки вот за семь дней успели выйти в фанфики. Собственно, что, мне теперь ложиться спать? Кстати, у нас топорик есть. Так, всё, вырубай свой радио. Может быть, какую-нибудь тену зарубить. Или напугать, как минимум. Включать свет. Тушите свет! О, мой бог, вы только посмотрите! Я теперь хочу свою собственную вышку. Понятно. Еб***ь! Опять эта чёртова шторка! Она преследует нас каждый грёбаный эпизод. Ладно, ложимся спать. Ой, доски. Ну да, это типа шторки. Я их не так страшно было. А если я... Хотя, я даже не знаю, честно говоря, как страшно. Дааа. Как страшней. Во! Супер! Ну, стало ещё лучше, да. Всё, ложись. Жутко очень. Сон, наверное, здесь крепкий-крепкий. Три утра? Три вся ночи. Чё-то не очень креп. Неразборчиво, неразборчиво. О, господи. Встаём скорее. Что произошло? Конор? Я хотел писать. Кстати, я что-то не заметил, что... Вот чего не хватает. Я-то думаю, здесь нет туалета. Твою мать... Он же был на улице! Нужно идти в... Походу, нужно идти в фургон. А, нет. Не-не-не-не-не. Идёт. У нас там был туалет внизу. Всё нормально, да? Ну, всё равно, то туда спускаться надо. Моя первая ночь нахождение снаружи вызывало странное чувство. Конечно, блин! Быть в полном одиночестве настораживает. Ну, подождите, он же работал уже ранее на другой какой-то вышке. Но именно тут ему прям не по себе стало. Сколько бы это не было атмосферно, это ещё максимально стрёмно. Блин, реально стрёмно. Это нужно понимать. А, стоп, так ты тут хочешь пописать? Что? Типа прямо с вышки! А, она чё... Ах, ты свинтус! Он был пятус, а это свинтус! Он же потом сам по этой сани не ходить будет, а? Вот это настоящий голденрейн сейчас будет кому-то там. А вдруг, на самом деле, все странные вещи, которые будут сейчас происходить, из-за того, что мы на кого-то нассали. Возможно, на какого-то маньячела. Он разозлился, захотел его убить. Вот это был бы плод-твист самый настоящий. Что от нас требуется? Спать дальше? Да. Походу, я так полагаю, что к нашему Конору пришли какие-то гости. И он на них нассал! Красиво! Ну вы только нахо! Снимок, конечно, делай! Твою мать! Я еще на свой телефон сейчас сделаю. Мы можем пробежать. Опаньки! Сейчас мы и приблизим к нашему соседушке. Да я уже сделал снимок, все. Атмосфера односферы, но работа не ждет. Может, мне что-то нужно запечатлеть конкретное? Красивый вид! Я только сейчас, знаете, о чем подумал? Что для... Сейчас кофеечком за этим наблюдать. Полного погружения. Мне на самом деле нужно было играть в этот эпизод в фургоне. Да я не знал, что тут такой сюжет будет. Так, Конор с вышки номер 12. Как слышно? Мне кажется, это уже не Конор. Конор, это какой-то... Другой человек? Не верю, что это... А голос похож или нет? Это Конор. Его по-любому там кокнули, господи. Конор, как дела? Ну, не знаю. Что? Извини! В наши дни никто не удосуживается получить разрешение на кемпинг. Ты видишь дым к северу от своей позиции? Сейчас взгляну. Первый пожар, походу. Бросай кружку, похуй. Не, просто дым. Вижу дым. Так, что делать? Конор? Дым был белым, означает, что там был костер. Угу. Ну, действительно, какой мудозвон это сделал? Да, вижу. Угу. Согласен. Кстати, на самом деле, эта тема такая жесткая. Вот у нас есть в Уфе фуникулеры. И мы, получается, на них спустились там в самый низ, ближе к реке. И решили пройтись вдоль берега. И там было столько мусора. Пивные бутылки. Окурки. И в целом какие-то фантики. Это так ужасно. Потому что место было довольно красивым. Но если ты приперся туда, сидишь там жрунькаешь, непонятно, что делаешь. Ну, приберись ты за собой. Что свинячит, а? Согласен, абсолютно. Конечно, правда, идти очень далеко. Это безопасно. Будь осторожен и носи с собой свой спрей от медведей, и все будет в порядке. А, там спреи все-таки. Есть еще какие-нибудь подробности? Понятно. Так, спрят медведей, понял. Так, а у меня вопрос. У него хотя бы какое-то оружие там есть? Ружье, пистолет, ну хоть что-то. Потому что у того чела, с которым мы встретились в домике, и который меня очень сильно напугал, у него была опушка. А вот он лежит. О, все. Отвали, придурок! Да? Я прям чувствую, как этот ветер... Нет, ну как так? Почему у него нет никакого оружия? Мне кажется, на такой работе, в диком лесу, при том, что там еще дети пропадают, у человека должно быть разрешение на оружие, и он должен как раз-таки с собой его взять. Нет, это спрей пройдет! Он бронированный! Нет, ну от медведя этот спрей реально может помочь, а другие звери, там, барсуки, кабаны, какие-нибудь волки. Смотрите, как же это преступление, такую атмосферу создавать. В конце концов, так, никто не серит. Да, видимо, никто и не пустит. Ну это так, на всякий случай. А вот этот... Вдруг сам медведь будет. Дайди, я так полагаю. Вот, наверное, вот сюда нам. Иду по третинку в голове, ля-ля-ля. А, мой бог! А вот тебе предупреждение о том, что мы можем быть... Стемнело? Как так быстро стемнело. Не подходи. О, охренеть! Это не поможет! Твою мать! Что делать? Кампинг запрещен. Я люблю Джен. Блин. У нее лучшая голова! Я люблю Джен, она делает лучший... Мои пошлые ассоциации там кое-что надумали. Я правильно подумала или нет? Ну, кстати, меня еще немножко озадачили вот эти картинки. Это выглядит стрёмно, как будто люди там висят, зависают, я бы сказала. Еще какая-то, не знаю, звезда в круге, как типа пентаграмма, крестик. Она делает лучший... Так, ты уж приехал снова в ответ. Ой-ой-ой-ой! Чисто мама, когда не отвечал пять минут. Джек, все норм? Надеюсь, все норм. Ответь, как прочитаешь. Извини, Кей, думаю, что в моем секторе плохая связь. Вид из моей вышки. Эй, подождите, у меня были нормальные фотки. Ну, вот это нормально, а вот это я не фоткал. Вот это удали. Вид из моей вышки. Удаляй, удаляй, ты мне! Значит, здесь кто-то занимался своими грязными делами. Так, какой-то нож. Рация. Мочи это прям. Я вообще здесь ничего не могу взять. Я слышу, как кто-то напивает что-то там, насвистывает. Какая мразь это делает. Жучь. Кто тут? Покажись! Территория за пределами участка была закрыта. О, смотрите, здесь озерцо такое вот. Вот сейчас можно ли Брайану было взять оружие или же нет? Просто если бы он взял мачете, так на всякий случай, я думаю, что это не было в чем-то лишним. Интересно, ближайшая башня 11. Ой, ведро могу взять. А что если пока он тут, они уже пробрались к нему в башню? Мне что, нужно потушить костер, что ли? Ну да. А нафига? Ну типа же, чтобы пожара не было. Блин, я же пожарный. Идиот. Ладно, тушим тогда. Конечно, это наша работа. Он слишком самокритичен к себе на протяжении всего видоса. У Брайана справит всего. Так, прошло какое-то количество времени. Пока я возвращался на свою башню в темноте, я не мог избавиться от чувства, что что-то было не так. Конечно, блин, там заорал мужик какой-то на пол леса. Мой разум не мог думать о том, что могло бы произойти. Но мы... Костер грел, а рядом никого не было. Дело свое сделали. Пожар потушили. Все. Как бы кого-то нарежут, кого-то убивают. Это уже не наше дело. Это не наша работа. Так что... Мне надо было рассказать Конору о пустом кемпинге. Это тебе чё, скайп, зум, ты давай-ка там не болтай. Там вдруг по переписке. Не озаруй давай мне тут. Это тебе чё, говорилка что ли? Вышка 12, приём. Эй, Конор, как слышно? Громко и ясно, новичок. Я просто готовил себе немного горячего, но для начала, как твои дела? Ты шутишь? Они никогда не учатся, не так ли? О чём ты? Опять огонь? Я устал от этих ублюдков. Это невыносимо. Может он станет маньяком и пойдёт их убивать? Часто такое бывает? Это уже третий раз за этот месяц. Слишком часто. Ты что-нибудь ещё замечаешь в этих лесах? Упомянуть крик? Конечно же надо упомянуть крик. Ты чё? Крик? Должно быть это одна из тех красных лисиц. Они звучат почти как... Ты долбовёб. Чёрт какая-то херня, как будто он отмазывает убийцу. Они звучат почти как кричащие посреди ночи леди. Это был мужской крик. Не понимаю, о чём ты говоришь, новичок. Я слышал от рейнджеров, что в последнее время многие туристы стекаются в этот район из-за исчезновения этих трудностей. Дети пропали в этой местности? Тебе рассказывали эти сумасшедшие в кафешке. Ты что, забыл? Около месяца назад. Они пошли в поход со своими семьями. Позже сошли с тропинки и просто исчезли. Не следа от них с того момента. Что случилось с теми детьми? Мы не знаем. Чёт, как-то этот Конор меня настораживает. Ну, посмотрим, что будет дальше. Знаем, их родители сказали, что какой-то свист согнал их с пути. Это невероятно. А свист? Люди начали распространять слухи о том, что на этой территории обитают какие-то сущности. Знаю, звучит безумно. Можно... Но одна сущность сущая тут уже обитает, а именно персонаж, за которым играет Брайан. Положить, что эти слухи отпугнут людей, но, как ни странно, всё наоборот. Ммм, про нормальные... Иногда я только и хочу, чтобы они были правдой. А вдруг он действительно хочет, чтобы они были правдой, и он воплощает эти слухи. Может быть, он настолько любит свою работу и настолько к ней ответственно относится. И настолько ненавидит людей. Что специально стал маньяком, чтобы убивать людей, которые занимаются кемпингом там, где запрещено, чтобы другие люди побоялись этого. И таких ошибок не повторяли бы. Вот я тоже об этом подумала. И таким образом он бы держал лес в узде. Ну, теперь ты знаешь, зачем лучше срочно пытался найти кого-то на одиннадцатую вышку. Это тревожит. Эй, новичок, надеюсь, ты не веришь в эти слухи, да? Ну, как бы то, что дети пропали, это не слух, это факт. Конечно, нет. Отлично, в любом случае, спасибо за бдительность. Я должен связаться с властями, чтобы они позаботились об этом беспорядке. Первым делом с утра. Мы больше не можем терпеть этих болванов. Как я, блядь, за их, блядь, говорить? Сколько можно говорить еще в этой игре? У меня рот устал уже. Блин, это чисто, знаете? Любой человек, играющий в геншин и пытающийся выполнить сюжетку, и когда там во время сюжетки какая-то хероборина, что ты читаешь ее, ну, по полчаса, вот такая же реакция, мне кажется, много у кого из геншина. Как я, блядь, за их, блядь, говорить? Сколько можно говорить? Просто вырезать это и геншину прилепить. Извините, крик души просто. Понимаю, бывает. Реально рот устал почему-то. Будь на связи. Не, я понимаю. Просто порой в геншине такие странные диалоги бывают, и ты сидишь, читаешь их, и с таким лицом, типа, начинаешь уже скипать дальше. Так, что ж, занимаемся рутиной нашей, нашей ответственной. Нашей невероятной, сложной и многокомпонентной работой. Как он так это делал? Блин, я не могу повторить. Как он это делает? Прикольный звук получается. Новые сообщения. Боже, такой крутой вид. Я завидую. Там была пшпица. Кстати, смотри, что я получила дома. Там пивас еще. У меня есть друг, которого точно так же пишет постоянно. Кста. Я думаю, тебе что, 12? И рецепт прислала. Мама сегодня приготовила ту же запеканку. Ням-ням. Ха-ха. Глядя на это фото, у меня урчит в животе. Кстати, сейчас попробую... Интернета нет. Намек понят. В жопу работу. Связь оборвали. И действительно... Он не понят. Он такой, намек понят, в жопу будем готовить. А я, например, обратила внимание на то, что связи, типа, нет. Это же неспроста. Они не ели ничего, так что извините. Паста, соус, пепперони. А у меня это все есть здесь? Прикольно. А, пасту вижу, да. Так. Так, холодильник это же, да, у нас? О-о-о, так еще полный. О, с ума есть захотелось опять. Выглядит... Я вот тоже голодная сижу, попиваю кухню, утоляю голод. Не совсем правильно, а что поделать? За ваше здоровье. Аппетитно. Пепперони нужно. И сыр. И томаты. А вот они. Странный вопрос, но макароны же надо сперва отварить, а потом это делать, нет? 420 градусов, 35-40 минут. Окей. Или... Кто шарит заготовку, напишите, мне стало интересно. Настроить, да? Ну ладно, да. Выглядит как ожог желудка. Да нет, мне кажется, если это правильно приготовить, то будет вкусненько. Пустим. Новичок, ты там? Да тут и тут. Что такое? Только что нажаловался на их задницу. Такой странный звук, слышали? Вот прислушайте сейчас к фоновому звучанию. Что такое? А, это зимок! Это он так зимает! Только что нажаловался на их задницу властям. Что они сказали? Не переживай, ясная служба позаботится об этом с утра. Облегчает. Надеюсь, они смогут их разыскать и дать им по рукам. Вот знаете, забавно то, что Брайан посреди ночи перся на свою вышку, хотя мог бы переночевать в фургоне. А вот эти вот власти, ну с утра приедут. Почему это так вот работает? Что кто-то посреди ночи должен куда-то там переться, а кто-то рано утром. А ну-ка сейчас. Хопа. Что они сказали? Не переживай, ясная служба позаботится об этом с утра. Облегчает. Надеюсь, они смогут их разыскать и дать им по рукам. Я буду приглядывать за всем отсюда, а ты сохраняй бдительность в отношении подобных вещей. Кстати, ними же твоего имени тут. Ты уже отметился на ночь? Только собирался сделать это. Спать? Иди, иди, вали. Вали, давай, давай. Блин, ну голос у него в оригинале красивый, такой раскатистый, мужицкий, мне нравится. Не к добру это, вы понимаете? Я вот пойду даже взгляну на его вышку. Да, он действительно выключил свет в ней. И что, я один что ли буду за всем следить? Здрасте. Так, ветер 19. Больше, чем в прошлый раз. Температура 54. Так, ветер 19, температура 54. И это я так и не понял, что за показатель? Ну, допустим, но... Ну, типа, сколько людей официально отдыхают в лесу, как я понимаю? Погода ветреная. Петерс? А, reported by, отчет от. И он должен иметь своего персонажа написать. Он же до этого там писал лул или что-то такое. Так. Ну, ну... О, стоп. Дверь. Разве... Ну, да, наверное, это я забыл закрыть. Не знаю. Мне кажется, почему-то, что дверь была закрыта. Не уверена. Еда готова. Хотя он бы услышал, такая маленькая комнатка, ну, что типа дверь просто так взяла и открылась. Блин, я так хочу есть. Я тоже. Жизненно. Давай поедим в постели. Чисто перед телеком, кайф. Я вот тоже стрим закончу, наверное, что-нибудь и делаю. Эй, прям руками, да? Я даже не знаю, что он, я подумаю. Ох уж этот... Знаете, какой у меня флешбек на самый первый эпизод? На мукбанк. Там была точно такая же сцена. Мы сидели в гостиной, ели подобное блюдо. Так, я не помню. И краем глаза заметили движущуюся фигуру. Здесь вроде я ничего не заметил. И он уже наелся. Ладно, только он у тебя... О, я могу положить всё на место, получается. А, нет, ладно. Всё, спать. Пусть валяется. Чувствую я, эта ночь не будет такой спокойной, потому что всё-таки осталось всего 20 минут, а про сектантов ещё и речи не было. Буквально там странные какие-то рисунки на знаке. И как бы всё... Ну и ладно, крик ещё мужицкий. Становилось холоднее, и я решил подтопить печь. Понятно. Дров, конечно же, нет. Придёт... Почему он заранее эти дрова не принёс к себе на вышку? Иди вниз. Нам... Блин. Крышка. Да, мне чё-то вообще не по себе сейчас. Мне кажется, сейчас жопа какая-то добудет. Это он так... Так-так-так. Так-так-так. Блин. Очень стрёмно. Слышите это? Свист. Как маньяк какой-то, знаете, в игре с маньячелами, типа насвистывает в поисках там своей жертвы, с которой он жёстким образом расправится. Так, не буду. Я сваливаю отсюда. Там кто-то насвистывал песню. Прямо как будто звук погрома себе сделала. Прямо как в той местности, где мы слышали крики. Как ДБД. Ладно. Всё. Я в домике. Хе-хе. Я попала. Если бы это так работало, у него ещё все окна, так всё открыто. Блин. Ложиться. Всё. Стремно. Сейчас посреди ночи встану. Опять мы проснулись посреди ночи. Что за? Меня разбудило какое-то чувство, которое заставило меня открыть глаза. Там свист ещё близко, так слышал. Он на паралич, может быть? Нет. Епьте. Это что за рогатый? Сектант, сектант. Там же мужик с бургером говорил про какого-то там козла, чела с башкой козла. Вот это он и есть. Походу, реально какие-то существа водятся в этих лесах. Те сумасшедшие были правы. Пранкеры, мне кажется. Теперь это уже будет. Дети решили пранкануть родителей, ушли в лес и делали вид, как будто бы исчезли и решили пранковать всех окружающих. Ты сумасшедший. Трехозе леса. Да, да, да. Той ночью было что-то необычное. Ну, дверь как-то не хочется открывать. А вот свет я включу, пожалуй. Блин. Так, если что, у меня спрей. От медведей. А там человек или козел. От козла он поможет или нет? У людей тоже неплохо работает. Так что давай. А, впрочем, я наберу Конору. Конор, привет, Конор, как дела? Он спит. Ты поговоришь же ты со мной. Он все выключил, что ли? Я готов. А вдруг это есть? О! Это еще что за херня? Я не знал, что думать в этот момент. Я понял, какой-то ритуальный фрик здесь. Блин, стремно. Единственная логичная вещь, о которой я подумал, это связаться с Конором. Вот и я об этом и говорю. Давай. Надо попшикать. Кстати, да-да-да, надо было так на всякий случай, чтобы к двери никто не подходил. Конор, прием. Это очень срочно. Ты тут? Там что-то есть, прям за моей дверью. Так, ну это не Конор. Он бы так быстро не успел бы к себе, к своей вышке убежать. Не могло ли это подождать до утра? Нееет! Минуть про череп. Знаешь, что скажу, новичок? Лучше игнорировать этих детей, болящих дурака. Я подозреваю, что это то, от чего устала Марли. Не думаю, что это сделали детишки. От этих детей можно ожидать все, что угодно. Может, насмотрелись ужастиков, считают, что это смешно. Такое ощущение, будто это ритуал. Давай не будем горячиться, новичок. Мы в самом центре глуши. Ладно, вот что мы сделаем. Я пошлю тебе кого-нибудь, чтобы там все проверили завтра. А сейчас просто закрой дверь и глубоко вдохни и отдохни. Мы мало что можем сделать в темноте. Уснуть. Настанет утро, а ты даже не заметишь, как быстро пролетело время. Я просто промолчу, потому что, ну... Челик не... К нему насрать абсолютно! Мать, типа, что происходит вообще, да? Вот именно. Брайан, молодец! Так и сделал все. Все, я думаю, я нейтрализовал. Все. Все, какие злые силы, меня больше не тронут. Я хочу спать. Там можно было... Блин, ты гениально. На следующий день я проснулся, не будучи полночить. Нет, по правде, я бы так же сделала. Я бы прошла мимо этого домика и все бы обшикало, чтобы каждый человек, который бы туда подошел, начал бы задыхаться, чтобы у него там, не знаю, в глаза все это попало. И он бы спалился от кашля какого-нибудь жесткого. Мы бы вышли и запшикали бы его еще раз, а потом отдали бы его полиции. Я уверена, была ли прошлая ночь реальностью или просто сном. Конор пытался объяснить. Это как безобидную жалость каких-то детей. Это странно. Но в ту ночь было что-то, что казалось мне мрачнее. В тех лесах происходит что-то странное. А не надо было писать с вышки. Никогда не знаешь, кого там посышь. Так, он бы занят уборкой. Ну, заметно. Паранойя от этого леса только росла после прошлой ночи, что заставило меня быть особенно бдительным. И погодка сразу поменялась, да? Ну, я бы уже после такой ночи свалила бы оттуда с этой работы. Вместо солнечной? Это тени бани. Ну, чисто тени бани, но... Пасмурная ветра. С другой стороны взгляд, да? А, так это мини-игра, оказывается. Я думаю, что мне игра не пускает дальше? Это и... Протирать? Можно почистить бинокль. Мышку. Что-то перед ним, если появится перед биноклем, будет не очень весело. Что только не придумают со своими мини-играми этими. Ой, ё-моё! Это что? Сигнальный огонь? Ну, как выстрелы сигнального этого... Кто-то... СОС... Сигнал. Да. СОС ракету выпустил. Эй, есть кто-нибудь? Мне... Мне нужна помощь. Пожалуйста, ответьте кто-нибудь. Да-да-да, давай. А вдруг это из-за поднял? Давай. Ладно, не урчи только, а? Эй, меня кто-нибудь слышит? Это Джек, вышка номер 11. О, господи. Спасибо. Я заблудился. И я... Я действительно начинаю сходить с ума. Что происходит? Я... Я даже не знаю, с чего начать. Я пошел исследовать эту территорию и сбился со времени. А теперь темно, и я не могу вспомнить дорогу до своего грузовика. Думаю, я заблудился. Вы можете... Ну, блин, там же вышка видна, она реально довольно высокая. Он мог бы просто идти к вышке и все. Попробуйте описать свою одежду. На мне сейчас красная куртка, камуфляжные штаны и зеленый рюкзак. Ага, красная куртка, надо запомнить. Чтобы ни на какого мудозвона случайно не наткнуться. Помните ли вы какие-нибудь ориентиры? Я помню, как ранее проходил мимо небольшого ручья. Сейчас я нахожусь на перекрестке троп, но не могу вспомнить, мне нужно пойти налево или направо, чтобы вернуться к началу тропы. Вы можете мне помочь? Так, подождите, я проверю карту и вернусь к вам. Что-то я вообще не понимаю, честно говоря. О, у меня тут тоже есть... Это похоже на дорогу, как Брайан шел к своей вышке. Карта какая-то. Ручей надо найти. Что ты несешь вообще? Так, вот смотрите, наша вышка получается. Он говорил про ручей какой-то, да? Тут их много. Но если тут наша вышка, вышка номер 12. А, вот, вышка номер 12 здесь. Получается, противоположная сторона, потому что мы видели выстрел в противоположной стороне 12-й вышки. Насколько я помню. Получается, он вот на этой тропинке. Логан Трейл. Примерно здесь же мы выстрел видели. По-моему, да. Получается, ему нужно налево пойти, и он либо к нам придет, либо... Ну да, там уже выход. Короче, не знаю. Допустим. Допустят налево. Блин, это типикал люди, у которых ты спрашиваешь дорогу, они тебе говорят, а потом оказывается, что они и сами не знали, куда надо было идти. На левый. Так и знал, мне она сразу показала знакомой. Я бы не доверил себе такое решение, спасибо за помощь. Поэтому я скинул всю ответственность на тебя. Пожалуйста, я бы тоже себе не доверил. Не за что. Чё? Я прямо здесь. Что вы имеете в виду? Я слышу тебя. Я слышу твой свист. Это не я. Челу, кажись, кранты. Что? Я вижу тебя за деревьями справа от меня. Это не я. Ой-ой-ой. Да, давай, идите. Идите наше. Что, Талин? Ня-ня? Ёлки-палки. Ёсиф Семенович. Ёлки-палки, что ты там так долго делал? Я стучался целую вечность. Меня попросили тебя проверить, чем ты занимаешься, приятель. Ой, извините, я не таким голосом говорю. Я стучался целую вечность. Меня попросили тебя проверить. Чем ты там занимаешься, приятель? Я помогал заблудившемуся туристу. В такой поздний час, да благословит его Бог. Оптимистично. В этом случае... Он все время да благословит нас Господь. Я принес припасы для вышки. Просто обычные вещи про первые необходимости. Держи, я сейчас потеряю сознание, если продолжу держать это. Кстати, рожа его такая подозрительная, не находите? Ну, он бы не успел напасть на того чела и прибежать еще сюда. Так что... Человеком, который напал на туриста, является не он. А вот Конор как-то давно не выходил на связь. Что ты там делал прошлой ночью? Что ты имеешь в виду? Ну, там, на севере. В смысле? Что ты там был? Откуда он знает? Я бы не разгуливался там, приятель. Мне надо было проверить дымотказ. Откуда он знает это? Быстро, тварь, мразь. Ой, там такого нет. Господи, спаси, сохрани. Противные там дела, парень. В смысле? Рыси и медведи. Там не только рыси и медведи. О, это ты зря. Ты себя сейчас просто похоронил. Он реально сам себя закапывает с этими всякими фразочками дебильными. Будь осторожен, там, приятель. Эти леса ненормальные. И тут есть вещи, которые хотели бы с тобой полакомиться. Блин, это напоминает прям диалоги в Зайчике. Как там постоянно тоже про лес предупреждают. Типа, он будет тобой живой. Он следит за тобой. Но никто не говорит, в чем проблема, в чем причина. Я слышал, ты немного не в себе был. Все в порядке. Стоит ли упоминать череп? Да. Ммм. Давайте попробуем. Реакции вы увидите. Господи, спаси. Понятно. Он только это и может отвечать. Чел с оружием, вроде какой-то шериф. Я не думал об этом. Я правда не думал об этом. Знаешь, лучше не зациклиться на таких вещах, парень. К тому же мы не можем ничего сделать без доказательств. В любом случае. А даже если были бы доказательства, он бы сказал, господи, спаси и сохрани. Ну ладно. Спасибо, что сфоткал. Просто продолжай наблюдать. Спасибо за припасы. Подожди, а как же... Все, да? Все? Пропал. То есть, понятно. Так, я так полагаю, он опять жрать хочет. И что ты хочешь жрать? А, точно, у меня же остаток. Что-то он давно не писил, а? Слушайте, всего два раза. А столько дней уже прошло. Три или четыре. Совсем забыл про это. Гореть будем? Конечно. Так, можно спрятаться, кстати. Ну-ка, давайте попробуем. Снова эта темка с микрофоном. Не к добру это. Кто-то ворвется, значит, и надо будет там лежать, не издавая звуков. Фу-у-у-у. Понятно. Старая добрая фишка. Только не знаю, почему мне уже доступна эта опция. Не значит ли это то, что я мог в прошлый раз, когда к нам вот этот гость пришел ночью, что я мог... Норваться на погоню. Хм, интересно. Что дальше? Нам отметиться, наверное, надо, да? Нифига себе! 26. Температура 54,1. Моя паранойя. Моя паранойя заставила меня закрыть дверь перед тем, как сесть. Блин, было бы жестко, если бы там за дверью кто-то стоял. Это хорошо, что ты об этом думаешь. Ветрено, определенно ветрено. Мне почему-то кажется, что когда он из-за компа встанет, дверь будет открыта. Ветрено. Вот теперь, наверное, здесь нужно цифру 1 поставить, потому что к нам обращались. О! Вот так вот, с первого раза. Посмотрю-ка я напоследок. Ну, в смысле, напоследок перед сном. Я вот уверен, что в этом эпизоде огромное количество всяких пасхалок. То есть где-то можно было увидеть наверняка этого нашего черта. Маньяка. Между деревьями, да? Что-нибудь увидеть наверняка можно было бы. О, мой бог! Ну, конечно! Почему бы сразу не принести дров на несколько дней, а? Вот именно! Это можно было днём даже сделать! И складировать их там неподалёку. Эл, логика! Блин, друг туалетик кто-то есть? Так. Ну, всё вроде да. Кто не серит? А здесь у нас ничего не менялось. Ааа, как атмосферно. Блин, придётся бросить нашу штуку от медведя. Ааа! Зря он это сделал! Только бросил! И когда-то приберёт! Ааа! Блин! Да это чё? Семён Палыч! Его лицо знакомое! Я его помню! Он в кафе был! У**л! Я терпеть не могу идти, игры, за подобные скримеры. О, да, я тоже! Да, они супер атмосферные, но ведь в первых эпизодах там вообще практически скримеров не было. Только атмосферой всё пугало. Тут прям понапихали! Ааа! Ши-ши! Я напугала. У меня до чёрзиков, да. Я понимаю, что одиночество может побеждать, побуждать твой разум, играть с тобой злые шутки. Кто ты? Не надо тревожиться. Я работник. Я просто проводила регулярное техническое обслуживание на радиовышке неподалёку. Почему никто не предупредил о нём? Думал, смогу сказать привет новенькому, о котором все говорят. Приятно познакомиться. Так, получается, ты всегда работаешь так поздно? Каждое воскресенье. Просто пытаюсь поддерживать линии связи открытыми, понимаешь? Нам нужно убедиться, что... Блин, его лицо знакомое! Нужные сообщения доходят до нужных мест, понимаешь? Согласен. Абсолютно. Но некоторые пожары предназначены для того, чтобы гореть. Что? И никакая подготовка не остановит их. Что? Что ты имеешь в виду? У природы свои планы, понимаешь? Какие-то вещи нельзя проконтролировать, понимаешь? Как бы мы ни старались, понимаешь? И иногда стихийные бедствия просто являются другой формой очистки, понимаешь? Способ для земли, для самоочистки, понимаешь? Как бы пожары люди устраивают в основном. Хотя нет, бывают моменты, когда не люди. И за счет сильной жары и сухости может возникнуть лесной пожар. Но как бы если наш герой пожарный, он же может это вполне остановить. Какой-то он мутный тип. Ладно, мне стоит вернуться на вышку. В чате пишет, господи, спаси и сохрани. Вот реально, когда вот это произошло, хотелось произнести честно. Спокойной ночи, Джек. Надеюсь, ты хорошо выспишься. Но помни. Что помнить? Твое любопытство может привести тебя туда, куда лучше никогда не соваться. В смысле любопытство? Его работа смотреть за лесом. Там был какой-то костер. Что, надо было не идти, что ли? Понимаешь? После такого надо увольняться. Чай, Джек. Господи, вот самый стрёмный диалог за всю историю видеоигр в двоеточие. Вот это он был. А если я за ним пойду? Ну, конечно же, они могут это сделать. Вали отсюда, пока тебе не надо... Это самый пятиклассник, прячущийся за спиной брата. Вали, вали. Итак, кто у нас есть из... Сто процентов это он прятался в туалете и в фургоне. Он мне напоминает какого-то чела из кафе. Но как будто он сменил одежду. Индентов на роль... Тот, который бургер ел. Как он выглядел, я не помню. Злодея. Наш друг... Или чел, который был с лопатой. Как раз-таки Петус 2.0. Понимаешь? Наш Конор. Я не понимаю, что происходит. Охранник с блокпоста. А точно ли он друг? И вот этот вот чувак новый... Он как Райан Гослик ушел в закат. Нет, тут скорее в лес ушел. Мы познакомились только что. Ничего я не путаю, ни про кого не забыл. По-моему, все. Но еще есть какая-то некая абстрактная Марла, да, понимаете? Какая-то Марла. Большая работница? То бишь, ну, мы ее не видели в глаза. Мы не знаем, может быть, это вообще не человек, может, собака какая-то. Вот говорят же про эту Марлу, то есть бывшую работницу. А что с ней стало? Почему она уволилась? Типа, испугалась того, что там люди пропадают? Или, может, она тоже является пропавшей без вести? А подумали, будто бы она уволилась, и как бы все. Ой. Ну, наконец-то уже финал, понимаешь? О, да, я понимаю, что сейчас будет стрюкно. Ну, ладно. Сейчас сами пожар устроим. Что? Я вижу дом, который сходит из твоей вышки, только не говори мне, что ты не там. Новенький, ты там? В смысле? Странно. Я думал-то я поджег, но нет. Вроде как у меня тут ничего не горит. Ты о чем? Я здесь. Спустился вниз за дровами. Давай не требует столько времени. Я встретил работника радиовышки. Он сейчас скажет, что нет никакого работника, да? Спустился к вам? Парня, следяющего за вышкой неподалеку. А? А? Это по поводу вчерашнего? Что ты имеешь в виду? Ты пытаешься меня надурить? Что ты имеешь в виду? Реально никакого... Да, радиовышка не работает уже несколько лет. и чё делает брайна ? Чё она пугает ? Чё Джуди наводит? Да и меня напугало как так ...зеленые моменты диалогов она была закрыта несколько лет назад после того как st Чао уг according to my game в кафе одежда и лопата была а ведь и правда он же вполне мог переодеться блии ну вот не помню его лицо я ударила молния а ремонт был оценён как слишком дорогостоящий Я теперь хочу туда пойти Ее дата починки была отложена до следующего большого финансирования Которое произойдет не скоро, судя по словам Митча Тогда с кем я только что разговаривал? Смотри, если то, что ты сейчас говоришь, является правдой Это мог быть очередной из тех болванов, подшучивающих на тобой Он знал мое имя Знал твое имя? Ты думаешь, он нас подслушивал? Ну вообще, главный герой в самом начале уже кому-то называл свое... Да он постоянно называл свое имя Привет, я Джек, я работник одиннадцатой вышки Он сколько раз это говорил? Раза три-четыре Может быть, оттуда и узнал имя как раз-таки Знаю В любом случае, притворяться работником парка строго запрещено, исходя из правил парка Когда ты его снова видишь, возьми его данные или сделай фото Нам нужно выяснить поподробнее А он позволит это сделать? В любом случае, я вижу, что ты уже отметился Думаю, я пойду посплю Все, давай, я тоже Давай-давай, ага Так Сейчас, походу, будет... Трешак О, я даже при свете смог лечь спать Неужели, его ничего не смутило? Мое беспокойство начинало расти с каждым днем Поэтому, когда я отметился той ночью, я сказал себе, что мне нужно просто привыкнуть к новой обстановке Реально, а не свалить оттуда? Странности, которые я видел в этих лесах, были еще недостаточны для того, чтобы вызвать тревогу Реально недостаточными? Какой-то чел притворился работником, хотя эта вышка уже не работает Какой-то череп ему принесли Какие-то странные надписи Однако, это скоро изменится Две ночи спустя Окей То есть, мы пока еще живы Ой, дождик прошел Номечок, у тебя найдется минутка? Нет, я уже устал читать эти сраные диалоги У меня реально рот болит Очень много То есть, у меня давно такого не было, что У меня такое бывает, когда я как раз-таки сюжетку по Геншину прохожу И читаю диалоги персонажей И вот тоже бывает такая усталость, и именно поэтому иногда хочется делать небольшие перерывы А еще заметила такую вещь, что если я читаю диалоги голодная, то я прям очень сильно сбиваюсь И у меня какая-то интонация кривая Именно поэтому стараюсь всегда кушать заранее побольше Понимаю, что от этого рот болеть не перестанет, зато речь будет получше Ну чего тебе? Почитайте, да? Я просто не буду Так, что ж, хорошие новости Только что получили сообщение и штаб-квартиры Они говорят, что у нас на компьютере новое системное обновление Так, новое системное обновление на компе, понял Митч хотел, чтобы я сообщил тебе Они говорят, что это важное обновление Думаю, больше никаких шпионов Погода офигенная Я вот обожаю такую погоду О мой бог, вы только посмотрите на это Так, я так полагаю, нам нужно заняться делом Мне нравится такая погода, когда ты сидишь дома Под одеялком, что-то смотришь или во что-то играешь Ой, жутко выглядит Что? Прибор не работает? Не понимаю, почему ноль? Может быть, нам не нужно заняться делом? А, нам нужно обновиться как раз-таки Он же говорил про обновление Вот здесь, по-моему Но почему прибор не работает? Он же должен работать в любом случае Было, да? Да-да-да, точно Update Какой еще код? Help там справа было написано Так, может быть, мне нужно... Введите с солью... Что? С солью введите help бы учить сок and Погода тогда в другую команду ввести Check Update А, а вот оно Так, активную линию какую-то надо выбрать Ну, пусть будет первая 10, 45 Что? 9, 8, 7 Ничего не работает О! Ха! Пошло! А вдруг он вирусню какую-то скачал? Что? Походу, так оно и есть! Походу, мы напортачили Смотрите, какая атмосферная вышка А мне повиделось, что там кто-то прошел мимо окна А это деревце, наверное, было, да? Три часа пропало Супер! Нам пизда! Нет, ну серьезно Думаю... Не спорю Тут и в лес ходить не надо Поняли, да? А, получается, нам, наверное, нужно идти Запускать генератор снова, да? Так, стоять Во-первых, мне нужен фонарик И нихрена не вижу А где этот фонарик? Во-вторых... Спрет Медведь А он спасет от маньяка Обязательно Что вообще в этом спрей? Какой состав? Топливо Типа как... Вот это, господи Закончилось Ферцовка? Что делать? Сарайчик идти Опять этот сарайчик? Блин, стрёмно Не хочу Так, я готов к скримерам А я нет! Да блин! Нет? Ладно Блин, придется выкинуть наш спрей опять Что ж это такое? Каждый раз, когда он выкидывает спрей Происходит что-то плохое И мне это не нравится Мне очень надо было в туалет Перед тем, как идти обратно вверх О нет! Неужто это тот самый момент, когда я зайду И там кто-то серит? Блин! И когда он будет срунькать, кто-то к нему зайдет Перед этим Спрей Теперь я... Мне кажется, это не по... Блин! Сейчас будет стрёмно! Я сама сейчас хочу пойти в этот самый туалет Всё! Извините, я пошла Буквально на 5 минут Если я сейчас не уйду Тут такие страсти и ужасы будут Что нам стрим придется приостанавливать Поэтому сейчас буквально 2 минутки И я вернусь Ваш обоссус обобус на месте Мне прям хочется сесть Ну, с коленками, как я люблю Но страшно Не хочется упасть Не знаю, переживу ли я второй сотряс Ну, второе сотрясение мозга Потому что, когда я упала в первый раз Я получила в первый Но забавно было то, что я там не испугалась А очень сильно смеялась Как раз таки сидела с коленками поднятыми вверх А там кресло было слабенькое, хиленькое И спинка отвалилась И я упала и ударилась головой как раз таки Это было ужасно Ну что, возвращаемся к просмотру видоса Брайна, как ни в чём не бывало, да? Я готов Он же сам туда зашёл Он бы в реальной жизни вздохнулся бы Я в доме Видите, смотрите Микрофон Это означает, что он в туалете Будет от кого-то прятаться И кто-то будет к нему в туалет заходить Хреново Ох, господи Напугали меня Я думал, всё уже Нужно молчать А это просто очередная Очередное место для пряток Интересно, зачем? Мне же мне это понадобится И когда? Ты потише можешь? Ну вот в туалет попищите решил в какой-то веке Писать Ну это неспроста Если он до этого ссал на улице А сейчас игра его заводит в туалет Значит, с туалетом что-то будет связано Услышал что ли? Походу нас кто-то уже наверху поджидает Правильно я понимаю? Ой-ой-ой-ой Чего? Нифига себе Ничего не происходило Неделю Неделю спустя Время пролетало незаметно Генератор Конора был на ремонте А это означало, что мне приходилось прикрывать его территорию в течение последних двух дней Когда не было пожаров, единственное, что я делал, это проверял Конора дважды в день Это был единственный раз, когда я разговаривал Если только я не разговаривал сам собой А, то есть он уже начинал сходить с ума С ума сходит постепенно мальчик, понятно Что? Что? Я знаю, что уже поздно, но ты захочет увидеть Джек Джек? Джек, просыпайся, как слышно? Так, окей Там тоже череп? Что я хочу увидеть? Я тут Ладно, вот что я тебе скажу У меня сейчас совсем нет сил на это Что случилось? Я тут надрывал свою задницу, работая над этим старым мусорным генератором И теперь я вижу это Я вижу еще один дым к западу от себя Похоже, у нас появился еще один турист Похоже, это в твоем секторе Посмотри, ты сможешь увидеть этот лагерь со своей вышки? О, мой бог Так, где бинокль? Вижу Не к добру Там по-любому эти сектанты С этим петусом 2.0 А знаешь что? У меня нет сил разбираться с этим дерьмом Я позволю тебе разобраться с этим Это так звучит? Я позволю тебе Типа, я даю тебе разрешение Так уж и быть Иди разгребай это дерьмо Если на этот раз они не убегут Сфоткай их лицо и паспорт И если ситуация ухудшится Не стесняйся обращаться за помощью в штаб-квартиру Но он не успеет за этой помощью обратиться Сообщи мне завтра утром Я соберусь немного отдохнуть Ты охренел? Задолбал всю работу, скидывает на Джека То есть это он мог пострадать, а не я Почему? У меня лишь только один вопрос Почему он? О, наоборот Почему я, а не он? Ого Стоп! Там на вышке был свет Хотя у него проблемы с генератором Вы видели? Обратите внимание Вон, видите? Видели? И как только наш персонаж вышел Свет выключился Это ооочень странно Ой Что за стук был? У меня у соседей какой-то стук был Жёстко А радио как он использует, по-твоему? Ну так у него же была проблема с электричеством-то в целом Ого Ого Прям так близко Ооо Ужас Охереть Я не знал, что с этим делать Единственное, что имело смысл в то время Зафиксировать доказательства Так а как я их зафиксирую И на что? Копы ветер, кстати, интересно Серьезно? Именно в этот момент Витер? Прикол, ладно Что я делаю? Где фотоаппарат-то у меня? О! Он фонариком не спалит со своим? То, что он светит фонариком А они сейчас на меня повернутся Да, еще Офигеть! Какой они с такого расстояния вспышку за... Хотя нет, там же лес и полностью темно Это было предсказуемо О мой бог, они бегут, твою мать, о чем мне делать? Теперь туалет прятаться или под кровать? Я пойду в туалет, серить Нет, не серить Почему меня не пускают серить? Твою мать Я просто думал там спрятаться, потому что Потому что не просто так же это место там для пряток сделано Возможно, оно более безопасное Но под кроватью это слишком очевидно Чем вот это вот Так, пипец Но это слишком очевидно, его найдут Тихо Ну, сейчас его найдет по-любому Чел с вышки, он бы не успел никуда убежать Значит, он под кроватью Или в каком-то шкафу Шкафа там большого нет Значит, кровать И сейчас будет пикс-квак, я считаю ботиночки интересные немного а это действительно цыганский фокус сейчас произошел ну понятно чем они здесь занимаешься точно чуть уплю то мне нужно бежать это было круто ладно я бегу там же много было не один а он только 1 это эффект во всех их играх есть куда бежать вопрос хороший туалет наверное да и потом уже из туалета нужно будет в нужный определенный момент тоже сбежать точно так же по моему все предсказуемо буду действовать такому плану да 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 так быстрее просто он замедлился что-либо сейчас понять какой момент нам что убежать возможно нам все поняла броника фоне ничего не ходи серить не надо какой момент только непонятно бежать и куда наверно куда все он сара идет может быть к своему же фургону кстати у меня вопрос те что-то мне подсказывает что они уже тот кто насвистывал в этих лесах это другой человек он никак не связан с этой сектой тут наверняка много подобного трэша происходит за мной даже никто не бежит а и отбежит ладно беру свои дела быстрее фургончик наш вдруг фургончики уже кто-то есть или там нет вообще убранит внимание не обратил кровь вхлынула адреналин я нажал на газ и поехал как 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 там горит свет если брайан же этот фургон сколько недель назад оставил там к нему не приходил домик усмотрителя парка запахавшийся связался по рации чтобы предупредить штаб послушай джек мы все здесь немного сходим с ума с ответил мне что дебилы что ли у него даже фотка я вам фотки прислал настоящей секты там не все в ней состоят видимо противоприношения не знаю какую херню они там делали но на следующее утро власти якобы провели небольшое расследование в этом районе но конечно они не обнаружили никаких улик стремный я никогда не верил моей истории отвергая ее сбрасывая все на одиночество но просто продолжай следить за пожарами предложил мич однако это был последний раз когда моя нога ступала в эти леса мы правильно спокойство все еще тяжелым грузом сидит у меня в животе несмотря на то что прошло много лет пережитая все еще живет в моей памяти моя семья думала что я все это выдумал что действительно не в моем стиле но я знаю что я видел настоящие они или нет с наступлением темноты эти леса могут стать убежищем для незаконной деятельности поэтому если кто-нибудь из вас планирует в ближайшее время отправиться в охот пожалуйста будьте осторожны какой хороший месседж я считаю что тема запертым туалетом была вообще не раскрыта и то что фургоне горел свет это тоже могло бы вызвать у нас своими мысли что там кто-то находился как это произошло со мной но эту тему не развили вообще и если предыдущая игра от этих разработчиков она была по-настоящему страшной жуткой и там прям многие моменты были даже продуманы и мы с вами не могли понять кто же является преступником и даже запутались как раз таки с этим синдикатом то тут как-то странновато что могу сказать насчет четвертого эпизода мои впечатления о нем неоднозначные скажу честно предыдущий эпизод мне понравился куда больше я не знаю почему потому что во первых продумание сюжет был просто уважаю подобную атмосферу как вы уже поняли во вторых нет игра очень напомнила игру из моего детства пятницу 13 которая несколько раз перепроходил на своем кнопочном java телефоне блин мне захотелось поиграть в dbd как раз таки я такие игры люблю но давно не играла в целом этот эпизод показался мне достаточно скучно да соглашусь он больше читал вот эти диалоги мне было скучновато в него играть скажу вам честно я не знаю почему может быть потому что мы это уже все видели во втором эпизоде этот эпизод очень похож на второй но с другой стороны третий эпизод похож очень на первый но то есть вроде бы знаете здесь было много диалогов с коннором но диалог с одним работником с этим якобы работником и все больше не было людей было бы прикольно если бы например брайн спрятался где-то в туалете и проходила бы мимо два сектанта и они могли бы сказать что-то жуткое что могло бы пролить свет для нас что происходит именно в этом лесу а здесь история как будто так скомканно и быстро рассказано но сам лес то реально атмосферный сейчас я понимаю что третий эпизод возможно самый мой любимый из всех хотя когда я проходил третий по-моему я сказал что мне больше все 2 понравился не знаю видимо у меня с каждым эпизодом подобное мнение выстраивается меняющиеся со временем в целом неплохо понравилось но слабее чем все предыдущие эпизоды даже чем первый он был маленький но тревожность и атмосфера чувствовалось там больше чем здесь не знаю соглашусь получил пишите что вы думаете об этом эпизоде в комментариях мне будет интересно почитать ну а с вами был как всегда брайан до скорой встречи пока пока без брайана я бы в жизни не стала ничего подобного как раз таки смотреть но так я соглашусь с ним с его мнением свое я в целом высказала вообще в предыдущих играх он же даже несколько раз после того как проходил игру рассказывал нам про альтернативные концовки про какие-то пасхалки про моменты на которые ни он ни мы не обратили внимание во время его ролика здесь же видимо эта часть игры была настолько непродуманной сухой и сжатой что брайн даже не нашел какого-либо материала чтобы для нас с вами преподнести но давайте поставим ему вместе лайкосик за то что он в целом прошел эту игру что меня немножко побуждает к тому чтобы справляться со своими страхами но и поднимать настроение вам тем что вы смотрите как я обсираюсь но пару скримеров да были действительно не очень приятны и вот наверное самый первый скример он реально такой очевидный то что открывается дверь и на тебя кто-то выпрыгивает но я реально испугалась спасибо большое тебе за просмотр этой реакции на стриме или же в записи а с тобой была не умненько добра тебе позитива в жизни побольше и пока спасибо Продолжение следует...